Так или иначе, я думаю, что все равно фильм будет иметь огромный вес, потому что это первый российский фильм, снятый по отечественному комиксу. И поэтому я думаю, что не в зависимости от результата, он все равно попадет в историю тем, что он первый. А по поводу популярности, ну не знаю, очень много работы у меня еще нет пока возможности ощутить какую-то популярность. На улицах никто не узнает. Ну, после «Майора» Рома думает, что будет. Нет, вряд ли. Я там с черными волосами, сейчас я с полуседыми, с полукучерявыми. То есть человек абсолютно не похожий на меня, и поэтому я надеюсь, что какую-то узнаваемость у меня получится сохранить как можно дольше. Что я смогу ходить в гимские бани и просто париться там. А потом все будет за спиной, о, майор Гром пошел. Ну да, это будет как-то не очень удобно, если в бане начнут люди подходить и говорить, слушай, ты ж ты, майор Гром. Чего пришла? Я хочу тебе помочь. Я уверена, что тебя подставили. Расскажи мне все, как было. Съемки дались, ну, непросто. Очень было мне. Мне было, правда, очень тяжело. Я не ожидал, что это так трудно. Ну, потому что до этого все равно сольных проектов таких не было, как майор Гром. И не было таких физических нагрузок в других проектах. И поэтому, да, тут я, конечно, столкнулся. Правда, что что-то там чуть не сломали, где-то там что-то потянули? Нет, я порвал мышцу, я сломал нос человеку, рассек руку. Ничего себе. То есть, ну, было много травм, постоянно мы ездили в больницу, то есть нас там уже знали. Мы приезжали прямо в костюме, зашивали руку и ехали обратно на площадку доигрывать. То есть, действительно, сложновато. Физически тяжело было. Ты кто? Сопергерой, что ли? Да? Табельную не носишь, инструкции не соблюдаешь. Ты действуешь не по уставу. Как работал с режиссером? Говорят, он какой-то у вас супертермоядерный. Гиперактивный. Есть дети, вот как я... Олег Трофим. Да, Олег Трофим. Есть дети, как я, которые там, ну, я не знаю, ты скольки, лет до 15 я был гиперактивным очень. А вот Олег, у него вот как-то вот что-то, какой-то ген гиперактивности, он вот задержался, и он вообще просто термоядерный человек. Я не знаю, он, по-моему, может 18 часов вот просто находиться в состоянии какого-то экстремального движения, как какой-то просто безумной энергией, заряжать весь коллектив. То есть, люди уже начинают уставать, засыпать, ну, он как-то вот прям наполняет их, как какое-то что-то космическое вот прям в нем содержится в смысле энергии. Потрясающе. Ну, и он вообще очень добрый, порядочный, светлый человек, и с ним очень было приятно работать. Рассказывай, как ты вообще оказался? Чего ты туда, одиночка полезла? Ребят, пять тысяч, не разменяйте! В команде надо работать, понимаешь? Хорошее попадание в плане кастинга всего, ну, на мой взгляд, опять же-таки, как с Любой Аксеновой работалось? Ой, да Любка потрясающая, она просто замечательный человек, очень талантливая актриса, у нее шикарное чувство юмора, мы все время веселились с ней. Ну, и просто она очень контактный человек, ну, и слышащий, видящий партнер. Один из персонажей фильма, я подозреваю, мы так можем смело утверждать, это наш с вами любимый город Петербург. Конечно. Я думаю и надеюсь, я еще, к сожалению, не видел фильм, но я надеюсь, что атмосфера Петербурга, понятно, что в комиксе и в фильме он будет немножечко другой Петербург, как бы Петербург параллельной реальности. Я надеюсь, что эта атмосфера как-то схвачена и есть что-то вот, ну, такой вот нетипичный Петербург, но тем не менее, конечно, стены насыщали вдохновением постоянно, плюс я здесь живу, ну, то есть это, я уже могу сказать, что это мой дом, хотя я тоже сюда приехал. Петербург очень сильно помогал и очень было хорошо работать именно в Петербурге, потому что, когда мы поехали в Москву, в павильоны, там уже не так было комфортно. Хотелось бы обратно вернуться.